Радиатор, турбо-хой, нулевая позиция, аттракцион Воронова и, конечно же, аборт мозга встали в этот памятный вечер под знамя анархоаморализма. Почтить память как лидера группы «Угла», так и отметить 20-летний юбилей коллектива. В общем, в принципе, конечно, да, все прошло достаточно хорошо. Собралось достаточно хорошо народу, выступали отличные группы. Ну и был такой позитивный настрой. Самое классное, что мне понравилось, это то, что люди, которые пришли именно послушать песни группа «Оргазма» Настрадамус, они, короче, ну, как бы фанаты, они знали все тексты, блин, и они подпевали почти все песни четко и классно. Как признаются организаторы мероприятия, одной из главных поставленных задач явилось создание оргазмовской атмосферы. Все было сделано для людей, которые врубаются, которые искали возможность пообщаться вживую с легендарными оргазмами, которые прекратили оргазмировать. Ровно 20 лет назад оргазм Настрадамуса взвалил на себя знамя музыкального анархоаморализма. О том, насколько оно высоко, с нами поделился сооснователь и шоумен группы «Рязан». Ну, в силу произошедшего оргазм превратился в некую легенду. Я вижу по группам, по интересу, по контакту, по интересу группе, что, ну, оргазм жив и всех живых. Ну, сегодняшний концерт, это как бы как дань прошлому, дань, то бишь 20 лет все-таки группе, как названию, как это все, каждый год где-то происходит движение, где-то происходят концерты памяти, кто-то поет, кто-то поет кавера, делает кавера на оргазмы, делает кавера на стихи, которые не были музыкальными. Я думаю, то, что дело как бы живет, его продвигают многие люди. Не стоит забывать, что, несмотря на факт отсутствия оргазма Нострадамуса в музыкальном мире как боевой единицы, популярность коллектив не теряет, а даже напротив, с каждым годом набирает все больше и больше обороты. Я считаю, что поколение любое, как и наше, как и нынешнее, воспринимает так, как душе угодно. Если оно его воспринимает и считает близким по духу себе, значит, мы все правильно, мы молоды душой были всегда. Казалось бы, всего 40 лет, жизнь даже не прожита наполовину, но уже 10 с нами нету идейного вдохновителя и лидера по оргазму Нострадамуса Алексея Углафишева. Однако его фигура по сей день будоражит не только сознание молодого пополнения в рядах поклонников, но и коллег по сцене. Угол, ну, был такой, скажем, очень неординарный, интеллектуальный, человек, многие там думают, там, панк-рок, прочее, аморализм и все это остальное, нет, как бы так не было. Это было совсем по-другому. В какой-то момент он был даже домоседом, скажем так. Ну, в прямом смысле, не любил там тусовки особо. Помню, с ним мы вообще частенько могли по телефону часами разговаривать вообще на разные темы. Угол, по сути, оргазм, порождение первой волны сибирского панк-рока. Летов, Янка, с этого все пошло. Ну, все было замешано на американском добротном хардкоре, естественно, что мы имеем. Ну, и на гениальности Александра Владимировича. Я думаю, очень сложно сказать сейчас, кем был бы угол, но такие люди, они развиваются, они всегда актуальны, они находят свое место, находят свою нишу. Я думаю, вполне, наверное, вписался бы в террористический мир. Выступающие в этот вечер коллективы помогли гостям мероприятия освежить в памяти хорошо знакомые буквально с детства хиты «Веселые ребята», «Убей тинейджера», «Кукольный театр» и многие другие песни, ставшие гимнами гидроцефалического движения. Чем всегда нравятся московские банды, это техника, техника на высоте, немножко не хватает души, этим сибирские отличаются от московских, московские более техничные. Ну и тут-то и душа тоже была, от души ребята пели, прям на тинейджере, попрыгал и мурашки некие испытал по коже. Ну, по рассказам других людей, по рассказам других людей, что да, оцениваю, что группа на уровне Sex Pistols, если по России. Вообще вот мне все вкатило, вот если честно, вот я вот так слушал, я не постоянно в зале находился, но вот так по музыке мне вообще вот и драйв вкатил, в зал выходил у меня почти с нас носило. Как бы энергетика вообще бравая, то есть оргазмская, вполне хардкоровая энергетика, да, да, там все падали, все бились, головы били, разум свой. Все закончилось, все драка внизу, ну, как все, все как полагают. Ну, даже, да, то есть все в стиле анархоаморализма. То, что называется панком, это несколько массовая культура, а угол это была не массовая культура, это было такое явление очень интересное, просто на панк сцене возникшее. Ну, что из этого, какие выводы сделаешь? Находите внутреннюю гармонию, каждый сам для себя, каждый человек сам по себе индивидуален. Субтитры сделал DimaTorzok